Новый день спешит в рассвет. Новый день подарит тебе мне теплый слеп в душе твоей. Новый день пришел, открывай скорей. Доброе утро, Приангария! Здравствуйте, жители Ангарской и Иркутской области. Мы очень рады вас видеть. Вы смотрите программу «Новый день» и с нами Евгения Калугина. И Виктор Наумов. Я напоминаю, что сегодня 8 декабря и сегодня четверг. Заряжайтесь позитивом, настраивайтесь на хороший добрый лад и дарите свои улыбки всем окружающим. Да, как поется в одной прекрасной, замечательной песне и от улыбки станет всем светлей. Ведь хорошее настроение тогда не покинет вас. Ну и давайте поговорим все-таки о праздниках, которые отмечаются сегодня, 8 декабря. Сегодня Международный день художника. Дата утверждена Международной ассоциацией искусства народов мира. Аж в 2007 году. О, боже мой, верните мне мой 2007. Ну, кстати, в разных уголках России он отмечается в разные дни. Ну, например, в Курской области день художника отмечается 9 августа, а в Липецкой 25 декабря. То есть можно летом отметить этот праздник в Курске, а потом заехать к липецким друзьям и отметить этот праздник еще раз зимой. И как же здорово, что один и тот же профессиональный праздник можно отмечать в разных уголках нашей необъятной Родины. Да, а мы всегда подскажем вам, какой сегодня праздник на календаре. Да. Кстати говоря, вот классно, согласись, летом ты приезжаешь в Курск, зимой перед Новым годом в Липецк, а осенью, я думаю, можно заехать и еще в какую-нибудь область. А также и весной. А также 8 декабря день образования казначейства. Ого! Да, вот такой праздник. Как ты мне сказала про казначейство, сразу мне вспомнился образ Кощея, который стоит над своим златом и трясется. Ну, на самом деле, казна есть в любом государстве, в любом регионе и в любом округе. Казна! Я даже больше тебе скажу, Жень, казна есть в любой семье, мы называем его бюджет, который вечно друг с другом пилим. А я перейду к именинникам сегодняшнего дня. И 8 декабря отмечает свой день рождения великая актриса театра и кино Алиса Фрейнлих. Это большое событие в театральном мире нашей страны. И хочется напомнить нашим телезрителям, в каких экранизациях вы могли видеть эту актрису. Итак, начнем. «Полосатый рейс», «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Три мушкетера», «Сталкер», «Опасный возраст», «Успех», «Женская логика», «Возвращение мушкетеров», «Подмосковные вечера», «Карп отмороженный», «Родители строгого режима» и многие-многие другие. И еще один замечательный актер отмечает сегодня день рождения – это Евгений Стеблов. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, «Не хочу быть взрослым» и другие фильмы с его участием имеют и имели огромный успех у зрителей. Американская дива, модель и лауреат премии «Оскар» Ким Бессенджер также принимает поздравления сегодня от своих поклонников, родных и друзей. Очень, считаю, красивая и женственная леди. Не могу не согласиться. А мы по традиции поздравляем всех-всех именинников сегодняшнего дня. Сияйте, как звезды, и мы вам желаем всего самого-самого лучшего, хорошего настроения и улыбок. Новогодние песни споем вместе. Новый музыкальный проект на «Актисе». Стать участником просто. Выберите любимую песню. Определитесь с одной из трех номинаций. Соло «Я и моя семья. Корпоративный дух». С 1 декабря по 8 января выложите видео у себя на страничке ВКонтакте или в Одноклассниках. С хэштегом в одно слово. Новогодние песни споем вместе. С 9 по 10 января пять лучших видео. И с каждой номинацией определятся народным голосованием. Из них три лучших станут победителями. 16 января – награждение. Получите удовольствие от исполнения любимых новогодних песен. И выигрывайте замечательные призы и подарки. Пусть от всей землей Генеральный спонсор фабрика мебели «Мебельер». Обращайтесь в «Мебельер» – станет стильным интерьер. Спонсоры – салон женского белья «Инфинити», когда белье в радость. Детский центр развития «Зеленое яблоко» – зреем вместе. Магазин мужской одежды «Виконт» – идеальное соотношение цены и качества. Ну а давайте все-таки вернемся к Дню художника. Да, и мы с радостью передаем слово нашим коллегам, которые заглянули в Ангарске в мастерскую художника. Смотрим. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас мы находимся в мастерской ангарского художника Владимира Иванова. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас сегодня профессиональный праздник – Международный день художника. Я вижу, что вы творите. Да, самое время творить именно в праздник для художника. Это самое главное. Вот этот релакс, как говорится, он должен присутствовать всегда. Позитив – это правильно. Так что, ну вот. Расскажите, это абстракция. Что вы видите? Вы художник, вы так видите. Что стараетесь донести до своих почитателей? Ну, знаете, в абстракции, я считаю, самое главное именно вот позитив, эмоции вот именно позитивные. И поэтому я вот это настроение ловлю, какие-то вот эти свои, какие-то своеобразные потоки. И поэтому, ну, как бы уже потом в процессе рождается какая-то, ну, какая-то идея. Причем она должна не до конца раскрыта быть, чтобы зритель сам мог это все понять и, то есть, взять эту, ну, за основу, не за основу. А, то есть, он должен, должен именно стать соавтором вот в этом деле. То есть, для каждого человека это будет что-то свое. Ну, вот здесь я что-то вот такое, какое-то деревья какие-то проглядываются, какие-то там, вот, пятна, вот, все это, игра идет такая. Пока идет поиск, понимаете, это может все перекраситься, и что-то другое получится. Ну, вот, пока я вот свет какой-то ввожу, так, что-то вот такое, ну, пытаюсь что-то найти. Не только в этом жанре. У вас и прекрасные есть и портреты, и пейзажи. Расскажите о себе. Ну, насчет портретов, это, конечно, громко. Это просто образы. Конкретных людей я не пишу, а вот именно образы какие-то вот бывают у меня, выходят какие-то вот. Вот, кстати, рояль в кустах, как-то вы угадали, вот такой образ, вот, женский образ. А вот он именно образ, не конкретно человека, а именно вот состояние именно. Пейзажи я пишу, пишу пейзажи, люблю писать пейзажи, вот, воду мне нравится писать, это для меня как бы и подспорье такое, то есть я этим занимаюсь. В общем-то, уже с 99-го года, как я здесь появился, то есть я постоянно пишу-пишу, то есть у меня практически времени мало, то есть я сам себя удивляюсь, что именно все это время занимает для меня живописи, творчество какое-то. И мне не хватает времени, грубо говоря. Расскажите, Владимир, как стали художником, как открыли в себе этот талант? В общем-то, я с детства, там, знаете, рисовал, как бы сидел там в школе, там, что-то там на задних страничках, ну, в общем, я рисовал всю жизнь, с детства, а потом так сложилось, что выбор профессии, я думал, кем, 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 что, 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 хочу делать-то? А друг говорит, так, а ты же рисуешь хорошо, тебе надо художником быть, я говорю, точно надо художником быть. Ну, и вот у меня была мечта такая, причем конкретная, именно не картины писать, а заниматься каким-то творчеством. То есть в первые этапы я хотел быть именно художником-оформителем. Тогда, тогда вот эти лозунги, все эти плакаты, самое главное, мне в этом нравилось какой-то дух, вот, мастерской именно, вот, краски, там, никого лишнего, художник один, что-то делает, такое-такое интересное, вот. Свобода. Ну, она вроде, да, вроде свобода, и в то же время, вроде бы, он, он вроде работает, оказывается на производстве, так это меня удивляло в те годы, вот. Вот. А потом так сложилось, что, что, вот, судьба так свела меня, вот, в общем, это, я окунулся в другую профессию, резчик по дереву называется. То есть у меня была сначала школа немножко, там, это художественное, я ее закончил, а потом это вот резчик по дереву. То есть я поучился, поработал немножко и художником-оформителем, даже не немножко, а какой-то период у меня был вот именно вот этого работы, то есть вот именно какие-то интерьеры, что-то какая-то, какие-то оформительские дела. А потом, знаете, вот 90-е, там, все как-то стало так рассыпаться, и в итоге-то я уже в какие-то, знаете, получается, стал даже ремонты делать, эти евро. Ну, и как-то потом так думал, а почему я хочу чем-то другим заниматься, ну, и в итоге пошел каким-то сторожем работать, охранником наполовину, вот. Ну, и в свободное время начал писать картины, вот, те же какие-то абстрактные работы, цветы у меня были вот такие тоже абстрактные, то есть я их много очень делал, этих цветов. То есть всегда себя искали? Да, я и сейчас себя ищу, ну, как сказать, мне нравится что-то менять, менять, что-то искать, и в картинах поиск, это для меня очень важно, то есть какое-то, вот, путешествие, будем так говорить, поиск, на самом деле так и есть. А где черпаете вдохновение? Ну, оно разлито, грубо говоря, вот, вот, живем в этом мире, и вот надо как-то это ловить, чувствовать, ну, не знаю, иногда, иногда приходится бороться, вот, с какими-то нюансами, которые, вот, вокруг нас. Все равно, не знаю, что-то подталкивает. И в последнее время я, не в последнее, а в последние годы я сделал такой вывод, что когда картины начинают жить своей жизнью, то есть я имею в виду, они куда-то уходят, там, ну, куда-то, в общем, к людям, неважно, в общем, у них жизнь своя начинается, а мне стало казаться, что идет, вот, обратная связь, то есть между художником, картиной, и дополнительно, вот, люди, которые взяли эти работы, вот, эти импульсы, импульсы как-то, они совпадают, и получается, вот, это, как бы, человека подталкивает, чтобы он что-то делал, творил, вот, я имею в виду художника. Есть ли у вас ученики-последователи, которые сейчас продолжают ваше дело, любимое дело? Ну, я, я не знаю, насчет учеников конкретных нету, нету, я, как бы, вот, в основном работу еще, мне кажется, я не достиг такого уровня, чтобы учеников брать, вот, поэтому нету, нету, нету. А что вот в мастерской? Уютно, тихо? Что делаете в обычном мастерской? Расскажите о своем распорядке дня. Ну, интересный вопрос. Ну, то есть, это же, ну, как сказать, немножко сакрально, это основная часть времени здесь, вот эта келейность какая-то определенная, то есть, человек приходит, я иногда, у меня бывают дни, иногда я что-то перебираю, что-то как-то ходишь, что-то ищешь, там, как-то вот, ну, это просто пытаешься какую-то атмосферу создать определенную, а потом уже, вот, сразу возникает желание что-то писать. Конечно, музыка здесь рядом, вот, какие-то, может быть, книги, я имею в виду, наверное, больше аудиокниги, потому что в последнее время я это больше слушаю, чем читаю. На одной из презентаций своих картин вы сказали, что именно музыка вас сопровождает, и даже стали сами играть на музыкальном инструменте. Да, 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 это тоже немаловажно для меня, открытие такое, вот эту энергию я почувствовал, когда именно ты играешь, вот, она действительно, будто дверца открылась, и ты вот, вот, пожалуйста, столько энергии, бери ее, пользуйся, только сам играй. Тут совершенно по-другому это работает, вот, всегда музыка, она, она, я уверен, что многих художников, она поддерживает, настраивает на этот лад правильный, поэтому музыка в живописи, это очень много, это очень сильно, вот, и вообще у нас в последнее время идеи такие, что надо именно создавать вот этот микс, то есть творчество, то есть тут и театр должен быть, и музыка, и вот живопись какие-то, может быть, еще какие-то проявления, то есть все, вот, должно быть такое. Владимир, еще раз позвольте поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам вдохновения, новых работ и новых проектов. Спасибо большое, я хочу тоже художников всех поздравить, пускай у них будет все-все-все, будет здоровье, ну, в общем, все, все-все-все, все самое-самое, чтобы творчество и всего самого-то лучшего. Если вы вдруг переключили телеканал, вы знаете, что смотрите программу «Новый день». Ну, хочется сказать, что я вот, честно, немножко далек от искусства и художественных произведений, единственного, кого я очень хорошо помню, это Ван Гог. О, мне тоже очень нравится. Да, ну, и мы очень рады были показать вам сюжет про художника, который известен не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Еще я, конечно, думаю, что очень важно, когда тебя любят, ценят и уважают, тем более в таких творческих профессиях. Это важно для любого человека, вне зависимости от сферы деятельности, от этого зависит наша самооценка. Согласись, уверенный в себе человек – это всегда успешный человек. Именно так, наша самооценка очень сильно зависит от самочувствия. Но чтобы хорошо себя чувствовать и правильно начинать свой день, мы передаем слово ведущей рубрике «Энергия жизни» Оксане Малых. Здравствуйте! «Энергия жизни» снова в эфире. Сегодня мы с вами покажем зарядку для плечевого пояса. То есть мы с вами уже умеем разминать спину, умеем вставать с кровати правильно, чтобы вам было комфортно. Сегодня мы разминаем плечи. Многие жалуют после сидячей работы, что у них болит шейно-воротниковая зона. То есть сейчас частая проблема, что есть вдовий горб, как это называют, то есть жировой нарост из-за сидячей работы. То есть посмотрите на взрослых, сейчас на подростков положение рук и шеи. То есть вот они все время либо в телефоне, либо в компьютере. За счет этого кровообращение нарушается, и у нас ограничивается подвижность плечевых суставов. Многие люди не могут уже поднять руку, вывести ее в линию с плечом. То есть наша задача научиться именно разрабатывать плечи и поднимать руки правильно. То есть если вы поднимаете до этого положения, подходите, опираетесь о стену и тянетесь руками, водите за спину. При этом вы контролируете корпус. Пресс у вас не должно проваливаться. То есть руки уходят, корпус остается в линию. Сделали пару движений, проконтролировали корпус. Потом берем любой снаряд в руки. У меня есть бленд, вы можете взять бутылку, ручку, что-нибудь, чтобы фиксировать руки. Угол 90 градусов, вращаем вокруг головы. Положение в локте не меняется. 5-8 повторений в одну сторону, 5-8 в другую. Основной момент. Вы именно должны за счет движения в плече увести руки за голову. Когда мы размяли плечи, мы уже можем лечь и поделать упражнение на коврике, либо на полу, где вам комфортно. Обратите сразу внимание, как правильно лежать на животе. Мы лежим не на животе, мы напрягаем пресс. Чуть подкручиваем таз, опора идет на бедра, на ребра, пресс напряжен. Первое движение на полу. Вытягиваем руки, поднимаем руки вверх. Голова в линию с шеей, корпус не поднимаем. Сделали 8-10 повторений, потом сгибаем руки в локтях. Угол 90 градусов, локоть в линию с плечом, большой палец в потолок. За большой палец тянем руку вверх. Ваша задача собрать лопатки вместе. Начинайте упражнение с 10 повторений и следите, чтобы у вас не локти махали, а вся рука поднималась. Далее. Когда у вас плечи устали, мы можем лечь на спину. Ноги комфортно, либо согнуты в коленях, либо прямые. Руки также 90 градусов. Плавненько вращаем. Руку тянем в полу, тянем за голову. Движения плавные, не старайтесь уронить руки. Вы их должны контролировать. Делаем 10-12 повторений. Далее. Разворачиваемся опять на живот. Теперь мы уже подключаем к работе плеч еще и спину. Взгляд в пол, руки перед собой. Тянем локти к ребрам. Также контролируем, чтобы корпус у нас не поднимался. Мы не перегружаем поясницу. Движения легкие, поэтому не забывайте дышать. Мы их делаем плавно, контролируем дыхание. Смотрите новый день, почувствуйте энергию жизни. С вами была Оксана Малык. Увидимся в новом эфире. Да, с таким тренером вы будете всегда на позитиве. Согласен, ну а мы продолжим. И впереди у нас очень интересная рубрика. И мы называем ее лайфхаки. Итак, сейчас на дворе зима. И у многих возникают проблемы с нашим железным другом. И он вдруг замерзает. Если вдруг на улице слишком холодно, вы можете перед тем, как уйти домой, поставить, снять точнее аккумулятор, занести его домой, чтобы он не замерз. И после утром выйти, поставив его без проблем, завести свой автомобиль. Ну и, соответственно, всем автомобилистам я советую уже сейчас хотя бы обслужить свой аккумулятор. Также, друзья, не забываем зимой обязательно смазать все дверные петли. Ну и, что немаловажно, это ваши уплотнительные резинки. Чтобы не пропускал холодный воздух, нужно перед зимой проверить их на герметичность. Вот я как раз, Виктор, и не знала, что стоят какие-то уплотнители в окнах. Думала, что вот раз пластиковые окна, значит, они и так герметичны, и все нормально. А то выяснилось, когда стало холодно, что их надо было проверить, как ты говоришь. Да, на самом деле, очень много лайфхаков перед зимой. И всегда заранее нужно подготавливать свой автомобиль к зимнему периоду обслуживания. Да, и не только автомобиль, но и то место, где мы живем. И себя тоже. Я художник, и я так вижу. Творите, вытворяйте. Каждый из нас – это художник. Занимайтесь творчеством и находите творчество в маленьких мелочах нашей жизни. Ведь из нее состоит, из этих мелочей состоит эта жизнь. Да, Женя, с тобой абсолютно согласен. Ведь потому, что все самое прекрасное в простом. Ну и самое главное, не забывайте, когда вы занимаетесь творчеством, вы самовыражаетесь и просто оставайтесь собой. И не переключайте канал, потому что следом будет рубрика «Гороскоп». Ну а мы вам напоминаем, что с вами были мы, Евгения Калугина и Виктор Наумов. Программа «Новый день». Прекрасного вам дня и всего хорошего. До новых встреч. Новый день Новый день Подарит тебе Теплый след Душе твоей Новый день Пришел, открывай скорее Гороскоп на 8 декабря Овен Плодотворный день У вас будет возможность добиться значительных профессиональных успехов. Самое время вспомнить о чистолюбивых планах. Телец Хороший день для покупок. В ближайшее время вам предстоит много встреч и общения. Желательно позаботиться о презентабельном внешнем виде. Близнецы Благоприятный плодотворный день. Вы быстрее, чем представители других знаков, справитесь с любыми делами, требующими сосредоточенности и усердия. Рак Вероятно, появление деловых партнеров, сотрудничество с которыми окажется полезным во многих отношениях, откроет перед вами новые двери. Лев На удачу особенно не рассчитывайте. Но если вы приложите усилия, то непременно достигнете поставленной цели. Дело Возможны денежные поступления. День подходит для контактов с представителями государственных организаций, а также деловых переговоров. Весы Необычный день. Возможен значительный прогресс в профессиональной сфере, смена работы на более интересную и высокоплачиваемую. Скорпион День удачный и легкий. У вас получится все, за что бы вы ни взялись. Возникнут новые идеи, к реализации которых можно будет приступить немедленно. Стрелец Вам предстоит сделать выбор, диктуемый обстоятельствами, но это подходящий момент, чтобы справиться с проблемами, которые мешали вам жить. Козерог День интересный и многообещающий. Вам удастся многое из того, с чем не справились другие. Вы будете уверены в своих силах и не без оснований. Водолей Во всем, что касается денег и коммерческой деятельности в целом, можно полностью полагаться на интуицию. Ее подсказки будут безошибочными. Рыбы День подходит для новых знакомств и общения с интересными людьми. Роман, начавшийся в этот день, подарит массу приятных эмоций и впечатлений.